Девушки отдыхают Мы следим вместе с коллегами с телеканалов и медиа «Руставе-2» в прямом эфире. Вот мы видим, что бойцы спецназа снова применяют дубинки. Пока не дошло дело до слезоточивого газа. Мы видели, что вновь применили водомет для того, чтобы оттеснить митингующих. Стоит напомнить, что спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе предложила оппозиционерам пойти на диалог, но оппозиция отказалась. От этого предложения лидеры оппозиции заявили, что не намерены отказываться от своих требований. Отставка президента и досрочные парламентские выборы. Мы видим, что сейчас в центре Старого Тбилиси грозит царит хаос. Сейчас спецназа уже не видно. В основном в салатовых плащах это грузинские полицейские. Есть сведения, что несколько корреспондентов и медиа пострадали во время второго разгона. Они были ранены резиновыми пулями. Сейчас на площади движутся полицейские, а также кареты скорой помощи. Сведений о других пострадавших пока нет. Вот мы видим сейчас кареты скорой помощи. Сигна с сиренами подъезжают к этой площади за тем, чтобы забрать раненых. За тем, чтобы забрать раненых. Люди спешно покидают место проведения митинга. Сейчас мы выйдем на прямую связь с нашим коллегой Николаем Баяхчаном. Николай, здравствуйте. Вы находитесь в Старом Тбилиси. Что вы можете сообщить? Какие подробности? Ну, вы знаете, там полиция и спецназ только что очистили площадь. До сих пор слышали здесь обстрелы. Полиция применяет опять газ, который применяла. И вот вы знаете, только что я видел, что вот тот водонет, который использовали на площади Русавили, сейчас выстрелил каким-то красноватым, разбитым составом. Честно говоря, я не знаю, что это за состав. Ну, вот сейчас я вижу, что толпа оппозиционеров поднимается наверх, в сторону района Авлабар, где недалеко находится резиденция Патриарха. Вот сейчас вышли выстрелы. Ну, оппозиционеры в замешательстве, честно говоря. Вот сейчас опять включили водонет с какой-то вот красноватой жидкостью. Ну, скорее всего, это какие-то химикаты, честно говоря, сейчас сказать очень сложно. Митингующие откидывают полицию и спецназ камнями, и всем, что попадется под руку. Ну, вот пока тут, это все, что сейчас происходит. Ну, вы знаете, вот сейчас вот видишь, спецназ пошел в активное наступление, и оппозиционеры пытаются держать их камнями. Ну, не знаю, к чему это приведет, но пока вот видишь, что спецназ, и мы не отступаем под давлением вот этих вот камней. Водометы до сих пор продолжают обстреливать людей вот этой вот какой-то ядовитой водой. Ну, и весь эпицентр событий сейчас вместился в визитной карточке Тбилиси, это монастырь Метехи, и все собрались около памяти основателя Тбилиси Бургасала. Ну, и вот оттуда тоже вижу, что пытаются закидать полицию и спецназ камнями. Ну, вот, знаете, вот то, что нас пытались обстрелять дымовой шашкой, вот, полиция работает, стреляет этими шашками в разные стороны, и, честно говоря, очень сложно определить, куда полетит дальше та или иная шашка. Ну, вот, то, что я вижу, народ сейчас бежит, активно бежит, пытаясь спастись от вот этого есткого дыма, вот, и как-то пытаясь спастись у всех повязки марлевые. Алло. Да, Николай, мы слышим вас и видим все, что происходит на площади реки. Николай, мы видим, что полиция и спецназ активно начали применять слезоточивый газ. Вот буквально ступеньки лестницы, на которой находились сотни людей, они сейчас затянуты плотными клубами слезоточивого газа. Кроме того, мы несколько секунд назад видели, что действительно вновь полиция и спецназ применяют водомет. И действительно, в отличие от того, что происходило сегодня утром на проспекте Руставелли, сейчас применяется странная жидкость такого красного цвета. Да, вы знаете, полиция действительно применяет газ. Сейчас становится очень сложно разрешать, я с вами разговариваю через марлевую повязку. Полиция действительно применяет вот эти газовые сажки, и люди пытаются укрыться в близлежащих глазах, либо где-нибудь поблизости, чтобы можно было спасись от этого резкого газа, потому что от действия этого газа тут же сложно становится дышать, у слезы. Николай, спасибо вам большое. Мы выйдем еще с вами на связь, думаю, что не раз в течение сегодняшнего дня. Сейчас вместе с коллегами из телекомпании и МИДИ мы следим за тем, что происходит на улицах Тбилиси, в частности на площади реке, где, собственно, и пытались провести оппозиционеры свой второй сегодняшний митинг. Я напомню, что перед тем, как люди начали собираться на этой площади, Тбилисское метро прекратило свою работу для того, чтобы люди просто не смогли добраться до этой площади. Тем не менее, к назначенному часу на площади реке собрались несколько тысяч оппозиционеров и митингующих. Сейчас мы видим, что их оттеснили с помощью водометов и слезоточивого газа, полиция и спецназ. На площади не осталось никого, кроме представителей правоохранительных органов и скорой помощи, машин скорой помощи. По данным телеканала и МИДИ были применены резиновые пули. Насколько эта информация подтвердится, пока неизвестно. Тем не менее, телеканал и МИДИ сообщил об этом в прямом эфире во время прямой трансляции с площади реке, где буквально несколько минут назад был разогнан очередной митинг оппозиции. На площади людей почти не осталось, столкновения не произошло, так как люди, увидев очень много спецназа, впали в панику и разбежались до того, как спецназ к ним приблизился. Кроме спецназа, тут находилось в очень большом количестве сотрудников патруля и полиции. Очень большой ресурс был брошен на разгон этого митинга. Действительно, на площади реке в Тбилиси наступило некоторое затишье. Там остались только представители правоохранительных органов, полиции и спецназа, а также довольно большое количество карет скорой помощи, которые, как мы с вами видели, забирали пострадавших в результате применения слезоточивого газа, водометов. И, как сообщает телеканал ИМЕДИ, резиновых пуль, пострадавших на носилках доносили до карет скорой помощи. И в ближайшие минуты они будут доставлены в больницы города по официальным данным. В результате митинга, который проходил сегодня на проспекте Руставели, пострадали 250 человек по неофициальным данным. Эта цифра как минимум в два раза больше. Мы будем следить за развитием событий в Тбилиси. Еще раз напомним, что сейчас в разных городах Грузии проходят выступления в связи с разгоном митинга на проспекте Руставели, который произошел примерно в полдень по московскому времени. Напомню, там полиция и спецназ, применив слезоточивый газ и водометы, оттеснила демонстрантов от здания парламента. Надо отметить, что полицейские действовали довольно жестко. Как сообщает телекомпания ИМЕДИ, акции протеста начались в Кутаиси и Батуми. Полиция угрожает применить силу и там. Оппозиция, в свою очередь, обещает организовать митинги во всех населенных пунктах Грузии, обвиняет правительство в массовых арестах недовольных. Стоит напомнить, что спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе предложил оппозиционерам пойти на диалог, но лидеры оппозиции отказались от этого предложения и заявили, что будут настаивать на своих требованиях от ставки президента и досрочных парламентских выборах. Противостояние в Тбилиси продолжается. Буквально час-полтора назад на площади реке, это в Старом Тбилиси, в Старом Городе, вновь собрались оппозиционеры, лидеры оппозиции выступили перед назначенному часу в Старом Тбилиси. В Старом Тбилиси собрались тысячи сторонников оппозиции и лидеры оппозиции, которые выступили перед собравшимися. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Пушествие по проспекту расставили перед зданием парламента. Субтитры создавал DimaTorzok В течение всего сегодняшнего дня мы следим за происходящим в Тбилиси. Итак, некоторые итоги сегодняшнего дня. Первые столкновения произошли сегодня утром. Под прикрытием мусоровозов на площадь перед парламентом вошла полиция. Они разогнали людей, которые находились на площади перед парламентом в течение последних шести суток. После этого, после некоторого затишья на площади перед зданием парламента в центре Тбилиси собрались несколько тысяч сторонников оппозиции. Сейчас, по последним данным, на проспекте Руставели и мосту Бараташвили собираются сторонники президента Михаила Саакашвили. К сожалению, пока нет официального подтверждения этой информации. Но, судя по тому, что мы видим на кадрах, которые транслируют грузинское телевидение, сейчас на мосту также находятся и бойцы спецназа. Они оттеснили на один из берегов митингующих. Правда, сейчас понять очень сложно, кто же находится по одну сторону реки, кто по другую. Где сторонники президента Саакашвили, где сторонники оппозиции. Тем не менее, спецназ и полиция пытаются взять ситуацию под контроль. Для этого сегодня днем на проспекте Руставели спецназ применил слезоточивый газ и водометы. Пострадали около 250 человек. Позже, уже в старом Тбилиси, на площади реки, были также применены резиновые пули. Об этом сообщает телеканал и МИДИ. Параллельно с шествием на проспекте Руставели, который на этот раз проводят сторонники Михаила Саакашвили, которые пришли выразить свое мнение на мосту Бараташвили, по мосту Бараташвили все еще оттесняют сторонников оппозиции, перегоняют на другую сторону реки. Сейчас мы видим площадь реки. Сторонники митингующие закидывают спецназ камнями. Но параллельно собираются и сторонники Саакашвили, что может перейти в живое противостояние. Снова был применен слезоточивый газ, потому большинству очень трудно дышать. Повсюду слышна нецензурная лексика. Локальные драки происходят на площади. Локальные драки происходят на площади. Факашвили, política происходят в коне место. Проглавные драки происходят на площади. Реклама 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok